Авария на улице Клочковской произошла сегодня около 9 утра. Дорогу не поделили мусоровозы и автомобиль Рено Логан. Прибывшие на место событий патрульной обнаружили, что водитель коммунальной машины находится в неадекватном состоянии. Было установлено, что водитель смертевозу перебывает с явными ознакомами наркотического спьянения. Подчеркнение очей, поведение, что не отвечает действительности, млява мова, расширение зенитки очей. Как выяснилось позже, этот водитель уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные правонарушения около года назад. И на момент совершения ДТП был лишен права управления транспортным средством, да и при себе документов не имел. Относительно водителя, мусоровозы составили админпротоколы сразу по трём статьям. В то же время в самом коммунальном предприятии делать какие-либо выводы не спешат. В телефонном разговоре с корреспондентом АТН в КП пояснили, что водитель мусоровоза предъявил временное удостоверение и на этом основании был допущен к работе. А перед выходом на линию прошёл медосмотр и никаких признаков опьянения у него не было. Мужчина работает на предприятии более 10 лет и ни о каких его нарушениях руководство не слышало. Однако сейчас сотрудник отстранён от работы на время проведения проверки. А вот в управлении Гоструда в Харьковской области поясняет, в таких случаях ответственность за работников лежит на предприятии, ведь сейчас законодательно внеплановые проверки не предусмотрены. Проводят их только в связи с обращениями граждан, а следить за наличием всех необходимых документов должен отдел кадров. Изменится ситуация уже после реформирования ведомства, тогда у инспекторов появится возможность регулярно проверять предприятие. Александра Новосёл, Олег Мартынюк, агентство телевидения новости. Александра Новосёл.